здравствуй мой друг очень хорошо что ты пришел проходи сюда эти мягкие подушки поближе к камин располагайся поудобнее расслабься и слушай сегодня мы читаем произведение анареде поэзака озорные рассказы наивность клянусь крепким бурпуровым гребнем моего петуха и подбитый алым адласом черной туфелькой моей милой клянусь ветвистыми украшениями произрастающими на албудость почтимых органозцев и священной добродетелью жен прекраснейшие творения человека отнюдь не поэмы не великолепные картины не звучные а музыка не замки не статуи как бы ни были искусно не изваяны не парусные и весельные галеры нет наипрекраснейшие творения человека дети приглядитесь к детям не достигшим еще десятилетнего возраста и попозже становятся они взрослыми мужчинами и женами и набравшись ума разума половины того не стоят что стоили в годы блаженного младенчества своего сколько хороши даже самые плохие из них посмотрите как безхитростно держатся они всем что попадается им под руку старым башмаком особливо если он дырявый или какой-нибудь домашней утварью отшвыривать прочь то что им не по душе с воплями требуя то что им вдруг полюбилось рыскают по всему дому в поисках сладости крыся и уничтожая все припасы вечно хохочут и показывают зубки свои лишь только те прорежутся и вы согласитесь со мною что дети воистину прелестны да и может ли быть иначе ведь они плоды и цветы плоды любви и цветы жизни и покуда разум их еще не омрачили постылые да гуки жизни не найдется во всем свете ничего более святого и более забавного чем детский лепет являющий собой верх наивности сию неоспорим как дважды 24 никто не слыхал чтобы взрослый человек сказал наивное словцо с простодушием ребенка ибо в наивности взрослого всегда почувствуешь хоть крупицу умысла тогда как наивность ребенка чиста и безгрешна как сама мать природа что и будет показано в нашем повествовании королева Екатерина была тогда еще супругой дофина и желая угодить королю свекру своему прикованному злым недугому к постели она преподносила ему время от времени в дар картины итальянских мастеров зная что король питает к ним великое пристрастие будучи другом синьора Рафаэля Урбинского синьора Приматиччо и Леонардо да Винчи коим посылал он значительные суммы и вот однажды она получила от своих родных у них имелись лучшие полотна упомянутых высших художников ибо герцог Медичи правил в ту пору тосканой бесценное творение одного венецианца по имени Трицан художника императора Карла Пятого весьма к нему благоволившего на картины изображены были Адам и Ева в тот самый час когда Господь Бог благословляет их на блаженное пребывание в райских кущах были прародители наши написаны в натуральную величину и в костюмах того времени относительно коих трудно было бы ошибиться об укрыты были лишь своим неведением и обличены в покровы божественного милосердия а все то что кисть передать затрудняется изображался зовом искусством вышереченный сеньор Трицан полотно это поместили в покое бедного короля тяжко страдавшего от хвори какова и свела его в скорости в могилу про картину Трицану был наслышан весь французский двор и полюбоваться ею хотелось каждому однако ж никто из притворных не имел на то дозволение вплоть до кончины короля ибо согласно его желанию упомянутая картина должна была неизменно находиться в его покоях доколе он жив как-то раз супруга Дофина привела к королю своего сына Франсуа и малютку Марго которые начинали в ту пору как-то свойственно детям лепетать сами не ведая что слышат всех сторон долги об упомянутом изображении Адама и Евы они стали докучать матерью пройдя чтобы та взяла их с собой посмотреть картину и ввиду того что малюткам уже доводилась не раз забавлять старого короля супруга Дофина вняла их просьбам и привела к деду вы желали видеть Адама и Еву наших прародителей вот они молвила она и оставив детей в великом изумлении перед картиной сеньора Тациана сама села у исколовья короля умиленно стиравшего на своих внучат а кто из них Адам спросил Франсуа толгая локтем свою сестрицу Маргариту глупенький отвечала девочка как же можно тут стать раз они не одеты этот ответ приведший в великий восторг страждущего короля и мать был сообщен королевой Екатериной в одном из посланий ее во Флоренцию никем из писателей он до ныне еще не был предан гласности так пускай же сохранится он как цветочек на страницах этих сказок хоть и нет в нем никакого озорства а на седании отсюда можно извлечь лишь одно дабы слушать милый детский лепет надобно создавать детей вот и закончился наш сегодняшний вечер дорогой мой друг до свидания до следующей встречи у камина 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 у камина